Ну, пожалуй, самая жаркая погода сейчас у сотрудников пресс-центра молодежного форума. Операторы, фотографы и райтеры освещают жизнь на форуме в режиме онлайн. Своё рабочее место есть и у нашей съемочной группы. Километры и проводов, десятки компьютеров, самая современная фото- и видеоаппаратура. В пуле и волге 24 человека, в том числе в полевых условиях оттачивают перья, начинающие корреспонденты студенческого телевидения Бортсгау. Работа в пресс-центре молодежного форума не останавливается ни на минуту, даже ночью. Все новости укладываются у нас в режиме онлайн. Мы делаем постоянные репосты из других регионов. Мы берем новости из других регионов. Мы всегда готовы предоставить информацию другим регионам. Делаем специальное портфолио для регионов, чтобы у них в каждом регионе остался материал, который они могут потом использовать о жизни и деятельности ребят на этом форуме. Верните мне мой 2008-й! Россия вперед! Россия вперед! Россия вперед! Это их ролики разлетаются по социальным сетям и постятся по всему ПВО. Один из последних обращений к сборной России по футболу всего за сутки собрал 2000 просмотров. Сергей Вошин и Владимир Сухов. Рулевые собственные продакшн-студии. Проект родился как раз на Иволге. В 2013-м ребята победили в смене инфопоток. Сейчас это медиаволна. Начинали с юмористических скетчей и теперь отвечают за всю видеоначинку форума. Об Иволге снят очень много роликов. Мы являемся сотрудниками пресс-центра форума. Начиная с 2014 года регулярно посещаем форум, живем здесь, творим. Пожалуй, один из самых колоритных сотрудников пресс-центра Иволги Фотокор из Нигерии Дэвид Ньюман. Несмотря на то, что Иволга дебют от зоркого взгляда африканца, не ускользнет ни один интересный кадр. На молодежный форум в этом году аккредитовано 200 журналистов из 9 регионов ПФО. Алена Алешина, Александр Дудко. Новости губернии. Мострюковские озера.